АВСТРАЛИЯ Цитата. Согласно данным BBC, Международный чрезвычайный фонд ООН совместно с властями Республики Малави ведет испытания нового способа проведения медицинских анализов и доставки их результатов пациентам. В осуществлении этой миссии врачам помогают беспилотники. Наибольшее внимание отдано проведению диагностики и выявлению вирусоносителей иммунодефицита. В Малави ВИЧ-инфицированы почти 10% населения. Эта цифра остается одной из самых высоких в мире. Пока дроны не использовались, на то, чтобы взять образцы для анализа и дождаться результатов, уходило не меньше двух месяцев. По данным за 2014 год, около 40 тысяч младенцев в Малави рождались от родителей, один из которых был носителем вируса СПИД. Из них 10 тысяч умирали от инфекции, не обладая в силу иммунодефицита защитной реакцией организма, передает BBC. Норвежцы хотят подарить финнам горную вершину. Информация появилась на страницах норвежского издания «Афтенпостен». 6 декабря в следующем году Финляндия будет отмечать столетие обретения независимости. И Норвегии, как доброму соседу, следует преподнести подарок, который сосед бы оценил. Вот тут-то и появилась идея с горной вершиной. Цитата. «Самая высокая гора Финляндии сейчас – Халти, 1324 метра над уровнем моря. На вершине ее сложена пирамида из камней, и финские любители горных походов с удовольствием на нее поднимаются», – пишет автор. «С финской стороны подъему предшествуют переходы через леса, болота, многочисленные каменные осыпи и не самую легкопроходимую местность. Переход занимает несколько дней. С норвежской стороны добираться куда легче. Оттуда открывается вид на бескрайние вершины. Если обогнуть норвежскую вершину Халти и опустить глаза на финскую Халти, можно увидеть, где проходит граница между двумя странами». Автор сообщает, что здесь одни только камни и исключительно скромная растительность. И даже к околеньи пастбища местность интереса не представляет, не говоря уже о том, что эта земля непригодна для земледелия. Правительство Норвегии, по информации из Дания, может выступить с инициативой передвинуть границу всего-то на несколько метров, чтобы ближайшая вершина оказалась на финской стороне. Страна ничего не теряет, так как все вершины горной цепи сейчас находятся по норвежскую сторону границы. А для финнов это будет иметь большое значение, отмечает автор материала. В мартовском номере журнал «Венити Фэр» рассказывает о том, как потомки знаменитого художника Пабло Пикассо управляют внушительным наследием своего гениального предка. Пикассо оставил после себя более 45 тысяч работ и никакого завещания. Говорят, что про унаследованные работы своего отца Клод Пикассо сказал, «Нам бы пришлось арендовать Empire State Building, чтобы разместить все эти произведения». Помимо картин осталось два замка и три дома. Ценные бумаги, 4,5 миллионов долларов наличными и более миллиона долларов золотом, пишет Венити Фэр. Пяти его потомкам от двух жен пришлось делить наследство в течение шести лет долгих переговоров, которые стоили семье 30 миллионов долларов. Эти пять человек – дочь Майя Видмайер Пикассо, сын Клод, дочь Палома, внуки Марина и Бернар Пикассо. Про их состояние говорят. Цитата. «Даже после истечения унаследованного ими авторского права в 2043 году, в 70-летие смерти Пикассо, им вполне хватит средств на то, чтобы обеспечить еще два следующих поколения», замечает автор статьи. С момента смерти художника, как рассказывает Венити Фэр, наследники встречались порядка 60 раз. Кто-то из них сказал однажды, «Невозможно, чтобы мы были детьми одного и того же отца». И все же, рассказывает издание, есть кое-что еще, что их объединяет. Они отличаются невероятной щедростью. Без лишней шумихи они отдавали работы Пикассо в музеи разных стран и передавали деньги от продажи его произведений на благотворительность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова